А сейчас мы проходили с вами таким полукругом, вы видели, стоят кресты. Вот эти кресты сейчас стоят на бывшей кладбищенской церкви, Ануфриевской, где до 1932 года были даже разрешенные службы не только монахов, которые остались в Соловецком монастыре, но и заключенных священнослужителей. И вот это территория кладбища. И здесь в 1989 году, во время первых дней памяти, был установлен вот этот валун. Он и называется Соловецкий камень. Позднее, на следующий год, улица Аллея памяти, она была названа улицей имени Павла Флоренского. Здесь очень сложно понять, понравилась ли Павлу Флоренскому улица, названная в его честь, которая проходит по территории кладбища. Но, тем не менее, это первая улица, названная его именем. Кому-то кажется, что это правильным, кому-то кажется, что это странный символ, проложить по уничтоженному кладбищу улицу и назвать именем отца Павла Флоренского. Тем не менее, это так. Постепенно, в течение многих лет, а сейчас уже, можно сказать, десятилетий, это место приобретало тот вид, который оно приобрело сейчас. Ограда появилась в самом поздней, потом стали появляться разные коллективные памятники. И вот каждый год сюда приезжают люди. Иногда в сотрудничестве с музеем, и музей принимает нас, иногда нет. В этом году музей официально отказал в совместном проведении Дней памяти. Но, понимаете, это гражданская акция. И она не зависит от участия или неучастия музея, администрации поселковой, или еще каких-то государственных структур. Эта традиция будет продолжаться. Очень важно для нас отсутствие второй год украинской делегации. Их отсутствие не случайно. Оно связано с войной, которую ведет Россия на Украине. И наши друзья передали из Киева рушник, который каждый год повязывают на вот этом кресте. Мы обязательно все вместе проведем по просьбе наших друзей эту акцию. Вот. А сейчас я хочу предложить сказать что-нибудь тем, кто это хочет. Большое спасибо за возможность участия в этом возложении, в этой церемонии. Я хочу сказать, что наше присутствие здесь – это такое символическое показание, что мы очень уважаем и помним всех тех, которые погибли и которые были убиты и казненны здесь. Очень уважаем всех, которые помнят про террор 20-30-х годов. И считаем, что эта память, она очень важна, конечно, для самих россиян, прежде всего. Но она очень важна тоже для нас, для поляков. Потому что только на такой общей памяти мы можем строить наше общее будущее. Без этой памяти как-то разговоры про сегодняшнее и будущее никак не получаются. Так что еще раз спасибо за приглашение, за возможность участия и за вашу память. Спасибо. Юра Бродский. Ничего, что я безотчества. Ничего, что я безотчества. Да, ну, конечно. Ребята, нас сегодня меньше, чем обычно, или не меньше, я не знаю. Слышно меня? Я не умею громко говорить. Я хочу сказать, что из соловецких лагерей, к сожалению, в соловецких лагерях не было восстаний, как в других лагерях, как было в Иркуте, как в Норильске потом. Я думаю, это дело в том, что в составе лагерей, это была в основном интеллигенция все-таки. Интеллигенция не может объединиться до сих пор в России. И, наверное, поэтому и были лагеря. И у нас все-таки была какая-то ревность между мемориалом и фондом Сахарова, и музеем Сахарова, и фондом Лихачева. И вот до сих пор интеллигенция еще тоже как-то разрознена. Я просто хочу сказать в память о людях, которые были здесь. Возьмите за руки все за нашу и вашу свободу. Все, можно... Это нам... Это нам... Что очень важно в этот момент, это то, что свидетели, свидетели, участников этих страшных событий становятся все меньше и меньше. Потому очень важно, чтобы вот эту память передавать следующим поколениям, передавать этим людям. И вот в этом году повезло бы нам и здесь появилась совместная польско-российская делегация молодых людей, которые будут нести в будущем эту память. В этом месте были похоронены жертвы террора, вечная им память. У нас правда ведь гражданское мероприятие, поэтому очень свободно. Кто еще хочет сказать что-нибудь? Ера? Нет? Не-не-не. Дело в том, что когда это к настоящему общественное действие, то нет списка выступающих. Знаете, то, что, не знаете, говорит каждый, кто хочет. Ну, тогда я скажу, раз уж меня... Ну, я тут не от фонда так говорю тогда, а от себя, да, потому что я как здесь представитель фонда Эберта, но сейчас я хотела сказать, как историк, я очень... Первый раз я здесь участвую в этом событии. Я рада, что мы смогли помочь немного, потому чтобы это тоже состоялось. И мы будем дальше тоже продолжать наше направление, связанное с Перми 36 и вот с такими местами памяти. Потому что с каждым годом все больше и больше людей пишут теперь, приходят. Их очень много людей, которые хотят узнать об этом, хотят в этом участвовать. Они просто не знают часто, куда обратиться. Да, и поэтому я думаю, что это принципиально важно, что мы здесь сегодня все собрались и что такая возможность будет... Это будет информация дальше распространяться. И, кстати, из Польши было несколько человек, которые хотели тоже приехать, но они слишком поздно узнали историки. То есть люди эти есть везде. И это меня... Вот мое отчаяние с тем, что сейчас происходит в стране, немножко уменьшает, когда я вижу, сколько таких людей на самом деле, и что есть надежда. Вот все, что я могу сказать. Спасибо. Есть еще кто-нибудь, кто хочет... Я скажу то, что я вчера не смогла сказать. Ну, как бы это было не очень корректно сказать Шутову Владимиру Викторовичу, он же настоятель монастыря. Дело в том, что он сказал, что с этого года он считает эту акцию и сотрудничество с мемориалом невозможным по разным причинам. Но я бы хотела сказать, что если он рискнул закрыть традицию, которая здесь не прекращается уже 27 лет, то, в общем, это на самом деле невозможно. И эта акция сегодняшняя подтверждает это. Невозможно, потому что он настоятель сегодня, завтра он уже не настоятель. Не он эту традицию закладывал, эта традиция гражданская, она еще возникла до монастыря, до восстановления здесь монастыря. и не монастырю, и даже не музею ее закрывать. Я тоже первый раз на Соловках, вообще так получилось. Знаете, сейчас Соловки сопрягаются монастырь-лагерь. Вообще, странным образом, история всех двух коми-монастырей связана генетически с Соловками. Женский Крюковский монастырь был основан на пожертвовании купца Былычева, который принял постриг в Соловках, и здесь похоронил, где-то вот на этом кладбище. А Ульяновский монастырь просто был основан соловецкими монахами. Но ведь и первый лагерь в коме тоже генетически связан с Соловками, потому что первый этап Ухтинской экспедиции в ГПУ вообще-то прибыл из Соловков на известном вам пароходе Глеб Бокий, так сказать, приплыл к кустю Печоры. Так что, можно сказать, Соловки нам подарили в кавычках и два монастыря, и первые лагеря. Все началось с Соловков. Жалко, что этим не закончилось. Я имею в виду лагеря, разумеется, а не монастыри. И поэтому, наверное, то, что здесь вот стоят в этой акции люди самых разных городов, с разных государств, с разных областей, вот это, наверное, тоже символично, это объединяет всех нас вот в общей памяти о, наверное, первом лагере Советского Союза, с которого начала расползаться вот эта вот система, хотя он сперва еще и не был гулаговским. И, наверное, очень правильно Юрий предложил взяться за руки, потому что ненависть не может объединять. Ненависть может только разделять. Объединять нас может только добро и общая память. Спасибо. Спасибо. Если нет больше желающих, я хочу... Ангель, да. Есть? Ангель, пожалуйста. Извините, если мой русский не очень хороший. Я здесь хочу говорить как представитель немецкого народа. И я знаю, сколько беда наш народ принес польским, русским, украинским, пелорусским народам. И поэтому нам всегда немножко стыдно выступать в таких событиях. Но с другой стороны можно помнить, что лучшие люди нашего противостояния против Гитлера тоже погибли в Улаге или были расстреляны в 30-х и в 7-м и 8-м году. И поэтому у нас это тоже здесь повод грустить с вами вместе. Спасибо. Да, конечно. Я из Кутласа. Я должна была ехать не одна, должны были ехать со мной дети наши, которые там занимаются. К сожалению, не смогли, но чем больше я здесь нахожусь, чем больше я услышаю этих проблем. У нас тоже были. Я недавно вернулась в родной город, но я много разговаривала с Андреем и Дубровиной. И я знаю, что такие проблемы есть и какие-то препятствия там на пути стоят. Мне кажется, когда я приеду, я обязательно всем детям и Ирине Андреем и всем освещу то, что здесь происходило, как много людей собралось. И думаю, мысленно все котлашания, наши котлашания, просто люди сочувствующие, понимающие, они все тоже мысленно будут держаться за руки вместе. Соцелем нам. спасибо вам. Спасибо. Ну да, я в заключение хочу сказать, что за эти 27 лет произошла очень интересная история соловецких камней. Первый камень был здесь установлен, а дальше пошла такая эстафета соловецких камней. Соловецкий камень, памятник жертвам террора был установлен в Москве, потом в Архангельске, потом в Санкт-Петербурге. И вдруг в 2000-е все преломилось. Соловки стали собирать камни. И мы стали и сюда стали привозить люди камни из разных мест. Вы видите польский камень, украинский камень, якутский. Кстати, якутский был самым первым армянским. армянский последний, якутский был первым. Приехали якуты и фактически они создали эту традицию. Вот. А в 2013 году был установлен памятник социалистам. Этих памятников было два. Один памятник был установлен в Саватево, и этот памятник оказался демонтированным монастырем. История повторилась. Понимаете, этот памятник, который мы поставили в Саватево, вообще об этом надо говорить, конечно, в Саватево, но раз мы здесь сейчас все, в 2023 году после расстрела в Саватево погибло шесть человек, шесть заключенных, которые не подчинились лагерной администрации, их товарищи похоронили, поставили памятник, и написали на этом памятнике их имена. После 1925 года этот памятник пропал, он был уничтожен, существует несколько легенд, как он пропал и как он был уничтожен. И вот начиная с 1989 года было много поисковых групп, которые пытались найти могилу этих людей. Прошло 90 лет, имена шестерых людей помнят все. Эти имена передаются, эта история передается. И вот в 90-летие в годовщину, в 90-летнюю годовщину их расстрела мы поставили памятник, ну не на могиле, а в Салатево. Здесь были и имена этих людей. Через несколько дней этот памятник был демонтирован. И о чем это говорит? А кто демонтировал? Это говорит о том, что память о терроре у нас существует. Ну просто разные люди берут разные фрагменты этой памяти для себя и актуализируют по-своему. для кого-то это память о людях, для кого-то это память об успешности террора и безнаказанности того, что происходило в годы террора. И поэтому можно демонтировать памятники, можно уничтожать память, можно вводить тоталитарные элементы в устройство государства. Но наша память другая. А сейчас давайте проведем возложение цветов и потом все вернемся к украинскому кресту. как-то он так стал украинским. А сейчас давайте проведем что-то Спасибо. Спасибо. Спасибо.